Теоремия Люка. Если некоторое число разделили на b с остатком и другое тоже, то есть получили np плюс а и mp плюс b, где а это остаток, b это уже остаток, то число сочетаний это есть число сочетаний из неполного частного к другому неполного частному умножить на число сочетаний из остатка по остатку. Догадайся, удивительно простой. Ведь вспомним веном Ньютона. Что такое вот это число сочетаний? Это коэффициент при x в степени mp плюс b, вот если раскрыть скобки в таком выражении. Но мы можем написать равенство, отдельно выделив а плюс 1 и отдельно возводя x плюс 1 в степень mp, вспомнить малую теремию ферма x плюс 1 в этой степени по модулю b это x в этой плюс 1. И получить вот такое сравнение. А теперь, напоминаю, нам интересен вот такой показатель степени mp плюс b. Ну понятно, нужно обязательно взять отсюда b плюс степень, и это можно сделать число сочетаний из а по b раз. А отсюда надо взять степень mp, это можно сделать число сочетаний из n по m с ослами. То есть вот достаточно посмотреть на веном Ньютона и воспользоваться малой теремой ферма, как у нас получается замечательное соотношение. Между прочим, если n и m опять разделиться остатками и так далее, и так далее, и так далее, то из этой теоремы, мгновенно, следует такой факт, что если в периодической системе расписать, ну, давайте скажем так, а нулевое плюс а первое b плюс а второе b в квадрате, а здесь идет b нулевое плюс b первое b плюс b второе b в квадрате. Здесь мы не обязательно на двойке остановимся, да? То, что это такое? По модулю b надо взять из а нулевого по b нулевого, умножить на число сочетаний из а первого по b первому, и умножить на число сочетаний из а второго по b второго. Ну, и, может быть, до любой степени. Это крайне простой способ для того, чтобы считать по простой модулю остаток отделения числа сочетаний на это самое простой степени.